Работы Юлианы Андреяновны Сергиевой всегда обращают на себя внимание. Трудно представить, но эта картина создана не красками и кистью, а состоит из сотен крохотных лоскутков, зафиксированных стеклом, без ниток и клея. Интересна не только самотехника лоскутной живописи, но и история создания шедевра. Конь, который у меня изображен, он был реальный. Он был очень строптивого нрава. Недаром же у него и имя – барон. Ну, прошло много лет. А вот воспоминания с детства о том прекрасном, красивом коне, который вместе с отцом ушел на фронт. Конь не вернулся, а отец вернулся раненый и больной, и умер потом, через два года в госпитале. Особым магнетизмом обладают и картины Ирины Калиниченко. Графические формы и двойной батик стали визитной карточкой художницы. Это тот вид искусства, который ни с чем не сравнить. Если, работая маслом, ты можешь где-то что-то подправить, в батике это невозможно. Если ты уже наложил слой какой-то уже краски, это уже не восстановить, это уже не исправить. Он непредсказуем, но в то же время притягивает к себе, очень красив. Я любитель живописи, мне очень нравится батик. Положительное настроение, хорошая выставка. Оригинальные работы начинающей художницы Натальи Кравцовой каким-то внутренним светом завлекают картины Анны Проскуриной, технически совершенной полотна Веры Чагиной и Татьяны Тихоновой. Особенность этой выставки в том, что, в принципе, тема одна – это лошадь. Но как она представлена, просто где выдаешься, насколько каждый по-своему видит лошадь. У каждого свой образ, у каждого свой стиль, у каждого своя техника. Реальных и фантазийных, игривых, быстрых, красивых и грациозных лошадей глазами старооскольских художников можно будет увидеть в галерее «Блик» до конца февраля.